Ерёмин Вячеслав Вячеславович, 01.04.76 года рождения, уроженец Краснодара. Я Иванов Сергей Анатольевич, хочу передать большой привет военкомат. Командиру батальона «Неман», командиру роты «Лес». Огромный привет командиру роты «Халве». Министерству обороны. Нашему командованию, которое нас очень сильно кинуло на мясо. Пушилину. Ничего не объяснили, проинструктивировали старшего и отправили на убой. Просто на убой. За что он так с нами? Мы – ничто для своей страны получается. Наша страна не борется за своих людей, а просто гонит нас на убой. Я пошёл, как слепой котёнок туда. Им на нас всё равно. Главное, чтобы они в тёплом месте сидели, кушали, пили, ели. А на нас им всё равно, какие там двухсотые, трёхсотые. Всё так красноречиво рассказывают. То, что всё в порядке, и всё будет у вас и в семье, и везде всё прекрасно и удивительно. Но когда мы попадаем сюда, и наши командиры нам говорят впрямую в лицо, то, что вы все 200, но мы ещё живые, находятся в здравии и здоровии, и не понимаем, что думать в голове после этого. И это просто... Ну это не еб***ь. Просто не еб***ь. А уже и выхода назад нет. По-русски? Это называется б***ство. И за это, я думаю, кто-то должен отвечать. Ну, бывало и нормально, бывало и в подвал закрывали, бывало и на деньги ставили. Я пострадал очень много раз. У меня сейчас всё тело в осколках. Просто из-за того, что кому-то захотелось, чтобы я посидел в этом еб***ом окопе. А я не хочу больше здесь сидеть. Не хочу. Нас кидали на мясо, уже много погибших. Зачем вы нас обманывали? Посоветую, и кто пойдёт в мейкомат, если вам так же будут обещать, не верьте им. Потому что это всё враньё. Сюда приедешь, у тебя уже назад пути нет, тебя будут посылать, куда они захотят. Ты уже с этим ничего сделать не сможешь. Тебя через границу не отпустят. Всё. Ты уже в ловушке. Ты уже хочешь, не хочешь, ты уже будешь выполнять действия, те, которые они тебе говорят. Так что я не советую вообще никому идти сюда. Все военкоматы, все военкомы и все, кто говорят, то, что всё прекрасно и удивительно, это всё неправда. Нельзя этому верить. У меня не было мысли, что они обманут. Оказалось уже, когда я понял, что обманули, но уже поздно понимать, когда я уже, получается, вообще в другой стране нахожусь. И уже у меня выхода нету. Через границу меня никто не пустит. Я даже не знаю. Все парни уже поняли, что мы смертники, и назад домой никто не вернётся. Я увидел то, что действительно моя жизнь ничего не значит. Когда идёшь по лесополосе, по боевым позициям, и лежат вокруг двухсотые, лежат. Их едят черви, мухи. И никто их не забирает, не собирает. Домой. Не отправляют. Просто лежат и гниют. Они все умерли. Погибли все. Все погибли там. Это называется геноцид народа. Рано или поздно нас убьют. Все мы сдохнем. В лучшем случае тело вывезут и дадут не похоронить. В худшем случае где-нибудь бросят, скажут, пропал без вести. И всё. А если пропал без вести, это не выплаты погибшим семьям, ничего. Это шо жил, то и даром. Когда взяли в плен, парни добросовестные вообще себя повели, оказали медицинскую помощь, дали попить и сигарет дали. Просто им хочу сказать спасибо большое, что дали выжить. Просто по-человечески отнеслись. Никакого нацизма не было с их стороны. Даже просто обычную чапалаху даже не дали. Наши обстреливаются с минометом по нам уже. Это вообще люди разные. Мне кажется, не люди. Если когда по своим стреляют, по чужим стреляют даже. И то ваши оказали первую медицинскую прямо в окопе в этом. Показали, что они люди.